Грузовой маршрут Харбин-Суйфенхэ-Пусан через Россию официально ввели в эксплуатацию. В пробном режиме ветку запустили в прошлом августе. Это один из важных проектов в рамках концепции «Один пояс, один путь». С подробностями мои коллеги. 104 контейнеры уже провезли по новому маршруту из Харбина и Суйфенхэ в Пусан через Россию. По железной дороге их везут до российского порта Восточный. Потом перегружают на корабль и морем доставляют в Республику Корея. Расстояние в тысячу километров преодолевают за шесть дней. В пробном режиме маршрут запустили семь месяцев назад. Теперь составы по нему будут курсировать регулярно, каждую неделю. А в случае необходимости количество рейсов увеличат. Теперь, когда перевозки по этому маршруту стали регулярными, их себестоимость снизится. И я уверен, что очень скоро перевозить товар с севера Китая в Пусан через Россию станет дешевле, чем традиционным путём. Сначала к морским портам внутри Китая, а после по морю в Республику Корея. Мы долго вели переговоры о создании этого маршрута, и вот, наконец, он официально заработал. Это очень важно для развития торгово-экономических связей и с Россией, и со странами Северо-Восточной Азии, Республикой Корея и Японии. В России поезда из Китая проходят через станцию Градеково, пограничный район Приморского края и порты Восточная и Находка. Этот маршрут называют Приморье-1. Также идёт активная работа над вторым коридором Приморье-2, который связывает юго-западные порты Приморья, зарубенные Славянку, с Китаем. Через них также планируется наладить регулярные поставки товаров с севера Китая на юг Китая и в страны Юго-Восточной Азии морским путём через Россию. Юлия Жень, Зоусяутун, Си Си Ти Ви.